Я хочу обратиться к россиянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как полное имя? Васильев Александр Олегович, 7.01.2000. 22 года, да? С вами откуда родом? Родом с республики Башкортостан. Республики? Башкортостан. Башкир? Нет, русский. Русский, да? Контрактник? Да. Когда подписали контракт? В 19-м году. В 19-м, да? Со срочки на контракт пошли? Да, в 18-м начал служить срочку, в 19-м подписал. Семья? Холост. А мама, папа? Есть, да, дома. Дома, да? Сестры, братья? Брат родной. Сколько лет? 25. 25. Когда зашли в Украину? В апреле. В апреле, да? Войска? Артиллерия. Должность? В полку или вообще, когда сюда заходил. Когда сюда заходил? Потому что я так понял, что это сейчас большая разница у россиян. Да, да, да. Когда сюда заходил наводчик. Наводчик, да? Где заходили? Где? Ну, с той стороны Белгорода конкретно, я не знаю. Это Харьковская область? Через Харьковскую область, да? Ну, да, под Харьковом Балаклея. Балаклея, да? Брали Балаклею? Нет. Уже было взято? Да. Когда взяли в плян? В сентябре. 6 сентября. Обстоятельства? Ну, так получилось, что командование бросило, выехало. Вы остались? Да. Я понял. Стреляли куда? Наводчик все-таки артиллерии? Куда, не знаю. Работал по цифрам. По цифрах, да? По координатам? Вам давали координаты и просто стреляли? Более. Много стреляли? Ну, когда как. Артиллерия, ну, то есть, прибор какой? 2С19М2. Это что? САУ. Это САУ, да? Это какой калибр? 152.4. 152.4. И вот все это время работали артиллерией, да? Да. Ну, не особо так часто стреляли. У меня вот товарищ недавно только у вас тут был. Это кто? Ясков Александр. Ясков Александр, может быть, да? Потому что очень много уже. Ну, вот он. Сегодня-сегодня вот его забирали сюда. А, я понял. Вот вы когда заходили в апреле, да? Вот для вас что было мотивом, да? Вот на контракте сколько платили? 40. При заходе в Украину? Точно не могу сказать, потому что я, ну, лично сам не видел, сколько мне приходило. А куда приходило? У меня телефон, карта, права, паспорт, все в Калининграде. Вы дислоцировали в Калининграде, да? Ну, я на срочку попал в Калининград и там же остался. На контракте, да? Да. А почему вы решили на Калининграде остаться? Более европейское место. Более европейское место, да? Да. Это Кенигсберг когда-то был? Кенигсберг, да. Да. Ну, вы же знали, сколько вам обещали за заход в Украину? Нет. Если исходить от того, что кто брал с собой телефон и видел свой доход, к которому приходят, ну, от 100 до 200 тысяч. От 100 до 200, ну, то есть? Да. Ну, я беру средний, где-то 150. 150 тысяч, да? Я это утверждать не могу, как бы я лично не видел. У меня с собой только военный билет и смертность было, и все. А родители кем работают? Отец дальнобойщик, мать без работы дома. Без работы, да? Какая зарплата в АЦА? По-разному. В среднем. Сколько зарабатывал дальнобойщик в России? Дальнобойщик в России тоже. Ну, папа сколько? Ну, 40-45. 40-45. Это достаточно? Ну, в принципе. Содержать тебе семью? Ну, как бы они вдвоем только живут. Отец с матерью только живут. Брат отдельно живет, я отдельно живу. Брат работает? Ну, последнее время я не знаю. Года два, наверное, с ним не общался. Не знаю. Так, работал. А почему после армии решили, после срочки, пойти на контракт? Ну, это можно за 10 лет квартиру получить, не тратя со своей зарплаты, со своего кармана ни копейки. Угу. То есть бесплатно, да? Ну, практически, да. А где хотели квартиру? Чтобы где было? Ну, вообще я хотел оставаться в Калининграде, как бы. Ну, не в Калининграде, а за Калининградом. Гусев, город Гусев. Угу. Вот я там хотел брать. Ну, как бы, тихо, спокойно. Я понял. А вот так заработать не думали, например, какой-то другой? Ну, это подольше. А? Это подольше немного времени. Это сколько? Ну, побольше 10 лет. Ну, сколько? Полжизни, всю жизнь. Ну, можно и полжизни, можно и всю жизнь, как бы. Смотря где работать тоже. То есть, то, что пошли на контракт, это квартира и деньги? Квартира, пенсия. Пенсия сколько? Больше, чем у гражданского. Ну, на сколько больше, чтобы украинский... Может, тысяч на 10. Это сколько? Ну, тысяч 20-25. Тысяч 20-25, да? Ну, это вот на данный момент. Угу. А так, ну, дальше больше. Вот для вас это спецоперация или война? Для меня, как контрактнику, это приказ. Приказ идти куда? Воевать. Я же военнослужащий, контрактная служба. Ну, так, воевать на СВО или воевать на войне? Ну, конкретно, куда я ехал, я не могу сказать. Как нам говорили, мы едем на месяц, на полтора максимум. Мы постоим где-то на окраине, участвовать не будем, в боевых действиях посидим и уедем обратно. Я по-другому тогда задам вопрос. Где, в каких военных действиях применяли артиллерию 152 мм в спецоперациях? И мы стояли по командам. У меня не в этом вопрос. Назвите мне, если вы не знаете, что это такое, где применяли массированную артиллерию разного калибра? При каких спецоперациях? Вот что это называлось спецоперацией? Вот это вот? Не, вообще. Вы не знаете, что это? Я не интересовался. Не интересовались, да? А группировка в 150 тысяч, когда заходит, это спецоперация? Не знаю. Не знаете, да? Мы заходили, нас не 150 было, а всего 50 человек. Вас? Да. А сколько? Только 50 человек, да? Да, ну это моя батарея заходила. Я понимаю. А других россиян вы не видели, да? Нет, мы заходили сами по себе. Нам командиром отметили точку на карте и все. То есть только 50 человек, за вашими данными, зашло в Украину, правильно я понимаю? Ну, со мной, вместе со мной, да, в районе 50 человек. Вы думаете, что больше нету людей? В общем, не, я знаю, что есть еще люди, как бы, с разных сторон, ну, с разных наступлений было. Конкретно я про себя говорю, кто рядом со мной был. Какие цели ставились? Оборона. Оборона? Оборона. Чего? Без понятий. Без понятий? Без понятий. Просто сказали. Вы сидите, вот видите, вы сидите, улыбаетесь. У меня такое ощущение, ну, Александр, вы мыслите немного? Да. Или нет? Мыслите, да? О чем мыслите вообще в жизни? Вообще, на данный момент домой хочу. Домой хотите? Зачем? Оборонять уже не хотите? Да, я не знаю, нет, наверное. Не хотите уже оборонять, да? Ну, раз так получилось, что я тут, как бы, пока домой к родителям ходил. Артиллерия наступает или обороняет? Прикрывает. Прикрывает, что? Пехоту, танки. Которые что делают? Обороняются или наступают? Наступают. Ну, в зависимости от ситуации. Ну, в большинстве ситуаций. Ну, вообще... Прикрывает наступление, правда? Ну, вообще, да. Вообще, да. Ну, видите, вот я не армеец. Я не армейский человек, но кое-что, как бы, понимаю, даже без книги. Ну, это... Так, значит, вы не оборонялись, а помогали наступать. Ну, я стоял в обороне конкретно, я... Да нет, да вы стоять можете где-нибудь, понимаете? С тем же самым успехом вы можете сказать, что я стоял около дерева с апреля по сентябрь. Ну, почти. Почти. Ну, вот видите. Вы можете сказать что-нибудь. Как родители что говорили? В плане того, что я еду сюда? Да. Ну, как? Не хотели. Пороче. Ну, слушай, ну, могли бы... Ну, иди, сынок, подзаработаешь денег. Нет. Квартира ближе будет. Нет, такого нет. Такого нет? Родители против были. Ну, что там такого? Ну, лаваха туда-сюда. Да. Потом грудь в орденах там в этом. Нет. Нет. Нет, приедет Скобеева, да, наши эти, воины. Нет, родители такого не говорили. По-разному могло быть? Не, ну, может, у кого-то родители так и говорили. Я как бы за всех я тоже не могу говорить. Хорошо. Человек военный был приказ. Ну, то есть, я так понимаю, что у вас грани нету, да, в приказе? Ну, подписывая контракт, там все прописано. Ну, что прописано в контракте? Атаковать другие страны? Нет, такого нету, если приходит приказ, едешь. Все? Ну, вы атаковали, прикрывали атаку? Приказа этого не было? Нет, это уже чуть другое. В отношении контракта. Ну, то есть, объяснить? Я не могу так объяснить. Почему? Ну, такой я человек. В смысле, не можете? Вам не хватает знаний для того, чтобы объяснить или как? Нет. А что? Ну, просто не могу объяснить. Ну, что значит, что не можете? Вам не хватает лексикона или что? В контракте нету такого, чтобы ехать и нападать на другую страну или что-что такое. В контракте прописано по приказу, командованию. Ты выдвигаешься, все. Был приказ выехать, мы выехали. Все. Но вы сами не думаете? То, что мы едем на войну, как бы, мы понимали, потому что все началось с февраля. Как бы, был интернет, ну, есть интернет, как бы, мы видели, все. Также YouTube, Telegram, Instagram, все это показывалось. Мы понимали, куда мы едем. Это хорошо, что понимали. Отказаться не хотели? Ну, я военный, мне нет смысла отказываться. Я присягался. Чему присягались? Поднимал присягу. Ну, что говорится присяге? Ну, это было уже давно, я уже особо не помню. Ну, это же слова важные. Важные, но... Которые нужно помнить всю жизнь. Присягаюсь, наверное, своему отечеству. Так. Отечеству. Что делать? Присягаю отечеству, что делать? Защищать. Так. Дальше. Ну, я не помню. Хорошо, атаковать слова есть? Нет. При чем тут атаковать и присягу? Потому что, ну, присягу... Вы мне говорите, что я человек военный, я давал присягу. Ну, так давайте разберем присягу. Защищать. Я присягался в 18-м году. А что, что-то изменилось до 22-го? Ну, я забыл уже. Забыли присягу? Да, слова с присягой. Забыли, да? Да. Это хреново. Когда военнослужащие забывают присягу, это очень хреново. В голове у меня есть то, к чему я присягался. Я придерживался... И что в голове есть? Слова присяги. Ну, так давайте повторим. Так я не смогу повторить. Так не смогу. Ну, слова атаковать, нападать нет. Я присягался, я знаю, что и как. А так, чтобы рассказать, это пересказать... Ну, слова атаковать и нападать есть? Нет. Нету, да? Так, значит, вы... Не выполнили присяги? Почему? Потому что зашли, если нету слова, нападать и атаковать. Для вас... Присяжи... Стоп, стоп. Для вас выше что? В плане выше что? Присяга? Или слова командира Дуримара? Не слова, а приказ. Так вы присягали отечеству или командира? Присяга и приказ это разные вещи. Не спорю. Присяга может быть нормальной, приказ может быть дебильный. Да. Согласны? Да, есть такое. Но, как-никак... Так, значит, вы выполнили дебильный приказ? Если у присяги слов нету. Ну, это не относится ко мне, то, что я выполнил дебильный приказ. Это относится к тому, кто выше, кто дал приказ, и по ступени оно пошло вниз. Владимир Владимирович Путин, значит, дебильный приказ дал? Не знаю. А кто выше Владимира Путина в России? Я не знаю, кто этот приказ дал. Не знаете? С самого верху, я не знаю. Господь, Бог мог дать? Возможно. Возможно, да? А как это произошло, если возможно? Не знаю. Ну, просто я не знаю, кто выше даже. Ну, я не знаю, кто приказ дал. А кто царь? Кто царь в России? Кто царь в России? Царя нет, есть президент. Есть президент, да? Да. Царь. Я не знаю, кто царь. Не те времена. Не те времена? Да. Царские времена прошли. На выборы ходите? Я нет. Нет? А почему? Царские времена прошли. Ну, я не знаю. Не верите в выборы? Не задавался таким вопросом, идти, не идти. Я понял. Нужно, не нужно. А политические симпатии какие-то есть? Ну, к политике вообще никак не отношусь. Неинтересно. Политически вот это неинтересно. Неинтересно? А что в Украине интересно было? Ну, а при чем-то политика, интерес, мой интерес к политике. Потому что вы сейчас политики. Это же политика в Украине. Вы говорите, вам неинтересно, но вы здесь, ну, как бы, пребываете. Тогда объясните мне, что это такое тогда со стороны России, если это не политика? Со стороны России, не знаю. Я не могу говорить за всю Россию. Ну, лично для вас. Для меня, ну, я не знаю, кто-то захотел, сделал. А я как военный просто по приказу пошел. То есть я так понимаю, что вся российская армия, она тупая? Ну, то есть есть приказ, никто ничего не думает. О присяге не думает, ничего не думает. Нет, я такого не говорил. Выходит так. Мне сказали, я пошел. Мне сказали стрелять, я пошел. Мне сказали убивать, я пошел. А я никого не убивал. В смысле, откуда вы знаете? Снаряды что, разбирают? Это какие-то специальные снаряды России? У наводчика или как? Мне не говорили, куда я стреляю, во что я стреляю. Мне давали цифры. Хорошо, вам давали цифры. Снаряды вы летали с машины? Да. Хорошо. Так кто виноват в этом? Ну, я на нее. Я на нее. Ну, у меня приказ. Вас обнять и всплакнуть вместе? Зачем мне надо? Вы как пионер. Это не я. Ну. Как? Приказы не я давал. Я не знаю. Слабый российский солдат. Да, да, да. Слабый российский солдат. Даже не может признать ничего. Конкретно что я должен признавать? Я никого не убивал? Я никуда не стрелял? Я не знаю. А что делала артиллерия тогда? Вот какая цель тогда этих снарядов была? Как я могу утверждать, что я кого-то убил, если я не знаю, куда я стреляю? Да вы ничего не знаете, походу. Ну, если я... Политики вы не знаете. Я сижу в орудии. Снарядов вы не знаете, куда стреляли, вы не знаете. И так далее. Слова присяги вы не помните. Я сижу в орудии, я не вижу, что. У меня есть циферки. Все, я по циферкам навелся. Все, мне дали команду окончили. А что там на циферках? От нуля до 50. Хорошо. От нуля до 50. Да. И какие цели были? То есть вас тоже не интересует? Куда вы стреляете и так далее? Нет, цели нам не говорили. А может, слушайте, а может тоже вот так завести артиллерию и там ударить по Башкирии или по России? Ну, тоже скажем. Ну, никто ничего не знает. Координаты, циферки. Ну, пойдет так? Попробуйте. Попробовать? Попробуйте. Ну и что будет? Я не знаю, что будет. Вы же говорите попробовать. Не, ну я просто спрашиваю, потому что, ну, как бы украинцы не знают, куда они стреляют, зачем они стреляют, что они делают. Ну, то есть, как бы... У нас, наверное, командование знало, куда мы стреляем. А у нас рядовой солдат это знает, что он делает здесь. Ну, у меня задача другая, мне не надо знать. Ну, то есть, уровень по ходу ВСУ и российской вот этой армии, это разные, да? Потому что в ВСУ рядовой солдат знает, что он делает. Он защищает свою страну и стреляет против россиян. Ну, да. А вы не знаете? Ну, я не знаю, я не знаю, куда мы стреляли. Мне не говорили, куда я стреляю. Куда конкретно мое орудие... Ну, все значит, уровни разные. Куда я стреляю, куда именно мое орудие стреляет, я не знаю, потому что мне не говорили цель. Все, мне дали угломер, все, я угломер отработал, все. Вот моя задача. За деньги? И за квартиру, которая все ближе могла была оставить? Нет, нет, нет. Это за деньги, это ехали наемники. Которые добровольно поехали воевать с целью заработка денег. А давайте я немного объясню. Да, вот у вас, типа, там на контракте было 40, а здесь, типа, 200 предложили. Есть ли какие-то... Смотрите, есть ли, Александр, если были бы какие-то светлые идеи, зачем России подносить деньги? За что? Ну, типа, нациков здесь движевать, да, там, бандайровцев выбивать, оборонять, защищать. Зачем тогда подносили деньги? Обычные выплаты, боевые выплаты. Стоп. Вы же светлой целью сюда заходили по ходу? Возможно. В смысле, возможно. Но если светлая цель, тогда зачем за светлую цель доплачивать? Объясните мне. Поэтому идет, как практически, ну, простая зарплата. Как простая зарплата. Какая простая? 40, вот вы сами сказали, 40 косарей. Да, 40. А 200, где 40, а где 200? Для русских 200 тысяч это сумасшедшие деньги. Все это говорят. В чем разница между наемниками и вами? Я бы не сказал, что это сумасшедшие деньги. Многие говорили, что это сумасшедшие деньги. Многие, кто не видел таких денег, они, наверное, не видели. А большинство не видели таких денег? Объясните теперь мне, в чем разница. Вот Вагнера весь тоже был, у него 200 штук было, и вы сидите тоже 200 штук. В чем между вами разница? То, что вы регулярно армия, а не наемники? Ну да. Ну и что? Это по документах так проходит. И что? Лаваха та самая. Цели те самые. Светлых целей никаких нету, походу, потому что все за деньги воюют. В чем разница между вами и ЧВКшником? В чем-то, что они наемники? Объясните мне разницу. Это слово просто наемники. Разницы, ну, глубокой нету. Лаваха та самая. Наемник это тот, кто идет ради денег убивать. Конкретно идет ради денег убивать. А вы ради чего шли убивать? Я по приказу шел. И не шел ее убивать. Я шел по приказу. В смысле? Пересечь границу, находиться там. ЧВКшники воюют на одной линии фронта, вы на другой. Для вас ЧВКшника профессию убивать? Солдата нет. Какое-то сумасшествие. Тоже есть такое, чтобы убивать, но... Чуть другое. Наемники и штатные военные. А в чем? Ну, в чем разница? Просто объясните мне. То есть, наемник идет за деньги убивать. Вы идете тоже за деньги убивать. Вы вместе воюете. Регулярная армия Арефии воюет вместе с частной военной компанией Вагнер. Тоже Арефии. Вместе воюют. Я их не... Их объединяет какая-то цель тогда, правильно? Объединяет какая-то цель. Если вагнеровцев цель это убивать за деньги, то ваша какая цель? В чем цель приказа была тогда? Объясните мне. В чем цель приказа, я не знаю. А вагнеровцы знают. Ну, они их убивают потому что. Так значит, они выше как-то? Вагнеры... Ну, это частная военная компания. И что? Частная. Ну, дальше. Ну, и все. Люди знают, за что воюют и так далее. Сидит российский солдат, но не знает, зачем он воевал. Я ехал сюда на месяц-полтора. Ну, какой вообще оксюмурон? Сидят и блеют вот. Так по ходу вагнеровцы, они хотя бы яйца имеют за что-то отвечать, да? Если вы говорите за них. А сидит солдат Арефии большой и не знает, зачем он ехал убивать. Почему я большой? Ну, а вы не горды за свою армию? Горды. Горды. Ну, значит, правильно я слово сказал большой? Ну, я не большой. По сравнению с... За что вы горды? За что вы горды за свою армию? Вот просто объясните мне. За все. Давайте за все. За то, что она есть. Есть 20, грубо говоря, пунктов. Ну, давайте три вещи, да? Я думаю, что гордиться можно и на 20 пунктов. Давайте три пересчитаем. То, что она есть. И что? Ну, и все, это достаточно. В Украине тоже есть армия. Ну... И что? Дальше. Другие страны тоже имеют армию. Они тоже есть. Дальше. Да, есть, да. Не спорю. Дальше. Два. Все. Все. Потому что она есть. Да. Это в этом гордость, да? Да. Херсон, видели, что гордая русская армия сдала. Харьков, харьковское направление, все сдано. В чем гордость? И русские солдаты бежали, поджав пост. Почему так уверенно, что сдали? А как? Ну, насколько мне известно, те территории, которые сдавали, даже не было боев. Ну, да. То есть... Потому что русские не могли... Потому что россияне не могли удержать. Нет, они просто сами ушли. Ну, да. И? Ушли просто по приказу отошли. И что? Вот. А почему ушли? ВСУ зашло на эти территории и кричит, вот мы взяли обратно, забрали, без боя. Просто они взошли в пустой населенный пункт, где нету уже наших военных, они просто зашли туда. Когда наши военные уже по приказу отошли на пару километров назад, они зашли сюда и говорят, что мы взяли. Так это не взяли. Это не называется взяли. Они просто зашли. Ну, мы можем другое слово сказать. Не удержали. Не удерживали, да. Великая российская армия не смогла удержать. Единственный областной центр, который смогла взять, да? За весь месяц войны. Большая армия. Я не знаю, почему столько территорий взяли, а потом отдали. Может, это стратегический шаг какой-то. Я не знаю, может. И кто там такой генерал стратегический? Суровикин, да? Это новый? Новый. Или это у Путина стратегический шанс? Шаг такой? Может быть, все важно. Ну, хорошо, вот вы военный, да? Вот я гражданский. И что в этом стратегического? Ну, я не знаю, что у них в голове. Я не могу знать, что у них в голове. Что они хотят из этого всего сделать. И за них я тоже, как бы, не могу отвечать. Я могу за себя сказать. Ну, хорошо, вы что делали в Украине? Исполняли приказ? Они что хотели? Какой их приказ был? Не знаю. Не знаете, да? Потеряшка. Российский солдат Потеряшка в Украине. Я не знаю, что я здесь делал. Потеряшка. Ну, я ехал сюда. Конкретно сюда. Ну, приехал, лупил с артиллерией и не знаю, что он здесь делал. Украина – это суверенная страна? Какая? Это суверенная? Не знаю, что такое слово «суверенная». Нет, я не понял просто. Не понял, суверенная страна, независимая? Наверное, да. Так что здесь делал солдат Потеряшка Александр с Башкирии? Нет, не солдат Потеряшка. Выходит, что Потеряшка, потому что ничего не знает. Что делал в независимой стране солдат Александр? Находился. Находился? Находился. В чем? В туристической поездке? Нет. А в чем? В боевых действиях. В боевых действиях для чего? Для чего они были, я не знаю. Ну, значит, Потеряшка. Почему сразу Потеряшка? Ну, Потеряшка не знает. Принимал участие в боевых действиях и не знает зачем. По приказу. Ну, не знал, что он делает в Украине по приказу. Я думаю, что, например, солдаты других армий смогут объяснить, что они, например, если делали в другой стране. А россияне они не могут объяснить по приказу. Ну, потому что я ехал сюда по приказу. Ну, да, ну, 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 и? Все, цель, цель. Они не знают. Какая цель? Ну, да, какая цель? Вот у меня тоже интересно. Какая цель? Я просто контрактник, и все. У меня приказ, я приехал по приказу. Туда, куда мне сказали. И делал по приказу то, что мне говорили. Все. Ну, я это уже понял. То есть, гранью к приказу нету у Александра. Потому что есть офицеры, которые знали для чего, зачем. Да они тоже сидели здесь, тоже не знали. Ну, какие офицеры? Вся армия потеряшек, вот такая. Какие офицеры? Ну, вот сидел этот, как говорится. Подполковник? Да, подполковник. Митрофаненко? Да. Ну, он не знает. Ну, он ты ловик. Ну, какой ты ловик? Ну, ты ловик. Ты ловик это где-то в Башкирии. Ты ловика нету в другой стране. А зачем вы задеваете Башкирию постоянно? Ну, я просто говорю, ну, то есть, это неприятно что-то? Не, ну, почему постоянно? В каждом вопросе у вас прозвучивают постоянно Башкирия. Потому что это далеко. Башкирия. Ну, Калининград тоже далеко. Ну, можем говорить Калининград. Ну, то есть, в Украине это не тыл. Он находился на границе. Ну, если вам не нравится, что я там задеваю Башкирию, можем говорить оба. А в чем, что такая болевая точка большая с Башкирией? Я просто не понимаю. Почему болевая точка? Ну, что вы это все время? Ну, постоянно, постоянно затрагиваете Башкирию. Ну, мы можем говорить, ну, что там есть. Ну, не знаю. Орел. Орел это тыл. Белгород уже, скорее всего, не тыл. Потому что там прилетает тоже. Ну, туда давненько прилетает. Да, давненько прилетает. Это уже не тыл. Митрофаненко находился в Украине. Какой это тыл? Ну, он находился тут, потому что его отправили с колонной, с снарядами. Да. Чтобы таким, как вы их подвозили. Он вразились. Чтобы таким, как вы их подвозили. Он брал тоже участие в боевых действиях. И денежка тоже была за боевые действия. Ну, конечно. Ну, конечно. То есть, пять минут это был тыл, теперь уже, ну, конечно. Солдат-потеряшка российской армии. Ну, это вы так считаете? Да нет, это обидно. Потому что он ничего не знает. Кто так еще считает? А? Кто так еще считает? Пока что я. Ну, вот только один. Говорите все. Я могу спросить в комментах, кто еще считает этого солдата Александра Потеряшка? Люди там плюсуют или не плюсуют? Мы можем спросить. Кто, кто, ну, сколько людей скажут? Я не знаю, сколько будут смотреть. Ну, неизвестно, сколько будут смотреть. Если мы еще раз пересечемся, то могу показать, сколько считают солдата Александра Потеряшкой в этой войне или нет. Давайте. Давайте, без проблем. Даже интересно. Интересно, да? Даже интересно. Вот интересно все в Украине было. А вот, ну, вообще никакого жалости нету к другому народу? Что разрушил своими действиями дома, убийства, мародерство, изнасилование, то, что делала российская армия, которая вообще не могла. Убийство и изнасилование ко мне переписывать не надо. Убийство можно? Убийство тоже. Я смерти не видел. Если не видел, то это не значит, что ее не было. Ну, и не факт, что я попадал. Я же говорю, потеряшка. Я мог и стрелять просто в... Я же говорю, солдат потеряшка. Не знал, что делал, не знает, попадал, дал. Там все такие в российской армии. Возможно. Возможно, да. Наводил, но не знаю, попадал ли. Я не интересовался. Да, конечно, может. Ну, и главное, подработать цель все. Путина любите? Поддерживаете? Когда как. Хорошо. В каких действиях поддерживаете, в каких нет, объясняете? Ну, каких поддерживаю, когда начинают пенсии поднимать. Пенсии? Пенсии. Вон 22 года. Так я же не говорю за себя. А за кого? За пожилых людей. Ну, насколько... Какая сейчас пенсия в России? На данный момент, не знаю. Не знаю. Ну, пенсии поднимали. Не, ну, когда я был еще там, в России, дома, как бы... Я не думаю, что еще. Средняя, ну, по 12 тысяч было. 12 тысяч, да? Да. Это много? Для пенсионера нормально. Можно прожить, да? Можно, да. Это сколько в доллар? В долларах не знаю. А почему? Почему никто не знает? Ну, то есть, как бы, твердая валюта, это все-таки не рубль деревянный. Мне доллар, евро неинтересно. У нас своя гордость. Я в рублях. Хорошо, пенсия. Когда не поддерживаете? Я даже не знаю, да. Ну, то есть, любите, да? Ну, я родился и вырос до 22 лет при Путине. Да. Других президентов не было при мне. Ну, мне не с чем сравнивать его. Не с кем сравнивать. Поэтому я не могу сказать. В плане вот этого всего отношения, ну, вот этого всего происходящего, начиная с 24 февраля, как бы, я не знаю. Но это тоже от меня это ничего не зависит от моего слова. Даже если бы я тогда сказал бы то, что нет, не надо так делать, из-за меня бы ничего бы не прикрытилось. Но если бы много таких в армии сказали, нет, не надо этого делать, не было бы войны? Нет. А кто бы пошел воевать тогда? Вот просто, ну, давайте стереотизируем. Нет, я говорю... Вот, например, группировка, 80 тысяч человек, скажем, да иди ты в жопу. Это нормальные люди. Кто бы пошел воевать тогда? Говорили бы другие. Кто? Те же самые наемные. Да у вас уже проблемы с мобилизацией. Почему? Да потому что, ну... Мобилизация была, мобилизация закончилась. И что? Ну, кто это? Пушечное мясо пришло? Они что, воевать умеют? Ну... Сколько наемников? Я хотел... То есть ты мне говоришь о наемниках, которых Пригожин набирает среди зэков? Это наемники? Ну, это я не знаю. Но я тебе... Это факт. Это факт. Для меня это не факт. Я это лично... Это факт. Но я это не видел. Есть видео, где Пригожин разговаривает с зэками. Выходите... Я этого не видел. Я этого не слышал. Это факт. Для меня это... Какие наемники? Откуда Россия будет брать столько денег на наемников? В России есть деньги. Серьезно? Есть, нет. И что? И куда будет продавать? Эмбарго слышал что-то на автомат? О нефтяном эмбарго что-то слышал? Нет. Тяжело разговаривать с человеком, который ничего не знает? Ну, смотря для кого я ничего не знаю. Ну, давайте поговорим на математику, которая вас интересует. Только дом. М? Дом. Что дом? Дом только интересует. Что это значит дом? Ну, домой вернусь. А что дальше? В данный момент меня ничего не интересует. Что дальше? Воевать вернешься? Нет. Ну, как? А приказ? Все дела? Присяга? У меня контракт скоро заканчивается. Когда? 23 ноября. Что? Ну, все, я не считаю свой настоящий. А квартира? Нет, дом есть. Я что-то уже вообще запутался. Целью от перебывания в армии была квартира, но был дом. Ну, да. Почему? Плохо, когда есть и квартира, и дом. Так квартира будет или нет? В 22 года я не думаю, что кто-то даст квартиру в России. Нет. Которая была целью. Если я продолжу контракт, продлю его, то будет. Но вы же не хотите. Если не буду продлевать, то не будет. Ну, и что тогда даст квартира? Я же могу через год-два восстановиться. И срок службы, который у меня есть, он будет тот же. От выслуги зависит. Есть что-то россиянам сказать? Россиянам? Да. Ну, пускай думают для начала, прежде чем что-то делать. Надеюсь, все. А то могут потеряться. Ну, пускай будет так. А украинцам что-то хотите сказать? Да, я вообще бы никому ничего не говорил. Ни россиянам, ни украинцам. А россиянам уже сказали. Украинцам не хотите. Ну, украинцам что я могу сказать? Да, ничего. Это можно хотя бы сказать. В СУ красавчики, работайте и так дальше. Почему? Потому что красавчики. Ну, это на вас... Бои отличные. Ну, у нас тоже они боевые. Ну, то есть я не говорю, там о гражданской и так далее. У вас... Ну, я же вижу, что никакого сострадания к этому народу нет. Вообще никакого. Вот это видно в разговоре. Нет, черствый человек. Черствый, да? Да. В общем, нация черствый. Походу, нация черствый. Почему нация? Причем, вот... Причем тут нация? Нету плохой нации. Нету. Нету плохой нации. Нету. Это россияне. Нет. Для украинцев это россияне. Ну, для украинцев это россияне. Это россияне, да. А так нету плохой нации. Есть плохой человек с этой нацией. Может, я и есть плохой человек с этой нацией. Я не считаю себя плохим. Мама с папой может гордиться таким сыном, как вы, да? Это их право. Но я спрашиваю. На вашем мнении. Мама с папой может гордиться вами? Могут. В чем? Где-то могут, где-то нет. Ну, объясните, в чем? В плане вот этого всего я не могу сказать. Ну, а тогда в чем могут гордиться? Не знаю, это у них надо спрашивать. Вы даже не знаете. Хорошо, по-другому поставлю вопрос. Я родителей не видел три года. Ну, я понимаю. Как бы общение по телефону это не то. А чем вы можете гордиться в свои 22 года? В плане чего? Жизнь. Не знаю, я никем не гордюсь. Ничем не гордюсь. С собой тоже? Ну, нет. Ну, вы же должны как-то гордиться в жизни собой. Все-таки 22 года. Или не гордитесь? Если гордитесь, то чем? Я не гордюсь. Не гордитесь с тобой, да? Нет. Да не гордиться! Здесь тоже есть плюс.